Иметь на территории своего учебного заведения хороший, качественный стадион уже становится нормой. Программа, которая не первый год действует на территории Ленинского района, успешно реализовывается, а что самое главное, приносит плоды. У школьников появилась возможность разнообразить уроки физкультуры, а у жителей муниципалитета бесплатно заниматься спортом. Ведь во внеурочное время такие стадионы открыты для всех желающих. В прошлом году новый объект должен был появиться и у пятой школы, но недобросовестный подрядчик не дал планам свершиться. Были выявлены очень серьезные недостатки. Нарушалась технология производства работ, нарушались сроки выполнения работ. Были направлены неоднократные претензии подрядчику, требования, естественно, выполнять условия договора. Затем была выполнена экспертиза независимая, которая подтвердила отсутствие качества выполненных работ. Затем был договор расторгнут в одностороннем порядке по инициативе администрации Видновской школы номер 5. В срочном порядке пришлось заново проводить конкурсные процедуры и искать другого подрядчика. В июле этого года на объекте начала работать новая компания, которая сначала исправляла ошибки прошлой. Был снят некачественно положенный асфальт и демонтирована воркаут-зона, не соответствующая стандартам безопасности. Идут они строго по графику. И работа завершается 25 августа 2017 года. К новому учебному году все будет работать, вновь возобновится работа стадиона. И жители района смогут его посещать в соответствии с графиком, вывешенным на калитке. Законные действия руководства школы не совсем правильно расценили местные жители, которые создали в социальных сетях беседу о том, что якобы представители администрации решили еще раз потратить средства на строительство одного и того же стадиона. Но это не более чем слухи. В связи с тем, что предыдущий подрядчик не выполнил условия договора, деньги ему не заплатили. Поэтому бюджет на строительство этой спортивной площадки сохранен. Новому подрядчику сумма будет выплачена только по завершению всех действий. А люди тем временем ждут, когда они смогут здесь заниматься. Рядом живем, да, и мы здесь занимаемся. Мы бегаем здесь каждый день. Да, очень ждем, очень расстроились, что сейчас нет такой возможности. Информация о нарушениях предыдущей кампании была направлена в Федеральную антимонопольную службу. И на сайте закупок теперь хранятся все сведения о недобросовестном подрядчике. Юлия Погосян, Евгений Садовский, Ольга Садовская, ВИДНТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...